Итак, мы выбрали вот эту куртку меховую, специально предлагала именно меховой вариант, а не кожаный, смотрите какая она. Вот мы ее будем рисовать и будем показывать вот эту вот всю красоту, как это все передавать. И второе, что мы выбрали, это вот такой джемпер. Были голосовалочки, вы все смотрели, все выбирали. Вот он такой вот джемперочек. В чем здесь собственно сложность? Ну, как вот эту вот всю кривизну нарисовать, как это все сделать? Вот эти эскизы, они достаточно трудоемкие по времени, поэтому готовьтесь, это будет не 5 минут. Я заранее ничего не готовила, кроме того, как открыла маленькую подсказку того, как это уже может выглядеть в Adobe Illustrator, да? То есть, как это уже делается и по каким принципам. У меня, кстати, есть этот книги, и вот как раз это файлы, я курс готовлю, вот они у меня рабочие файлы, на которых я показываю все эти примеры. Это как раз трикотажка, как все рисовать. Вот. И открыла шаблон для рисунка. Как я сказала, рисовать уже сегодня мы будем двумя способами. Одну модель мы нарисуем на шаблоне, а вторую я покажу как по фото. Знаю, что многие возмущаются, когда говорят, ой, по фото это прям так вот. Но так действительно очень многие рисуют. Я вам могу показать идеалистическую картину, а могу показать, как действительно профессионалы это быстро будут делать. Поэтому уж извиняйте, если вам это эстетически не очень нравится, может быть. Но это быстро, просто и результативно. Так, что я делаю? Я открываю нашу картинку с вами, которую мы будем рисовать на шаблоне. Подтягиваю сюда. Сейчас я ее по пропорциям немножечко подстрою, чтобы поудобнее было перенимать, как она есть. Вообще часто такое случается, что заказчик приходит и говорит, я хочу вот такое же. Не что-то сильно оригинальное, да и вообще сейчас в моде сильно-сильно оригинальное оно не изобретается. А используются какие-то наработки, какие-то узлы, которые между собой соединяются каким-то новым способом. И за счет этого получается что-то новое. Итак, изначально делаем аналитику изделия. Что у нас? Во-первых, это оверсайз, соответственно, свободная степень прилегания. Она у нас укороченная, на ней есть декоративный элемент пояс, косая молния. Это такая вот что-то типа косухи, типа авиатора, она такая вот промежуточная какая-то штука. Есть декоративные элементы молнии. Вот, соответственно, это все. Мы сейчас будем объединять. А, я заранее сейчас сделаю, у меня есть шаблоны молнии. Они у меня на этом компьютере не сохранены в кистях, но у меня есть отдельный файлик. Сейчас, сейчас я его найду и вам покажу, что можно прям молнию целиком рисовать. Вот они. То есть она будет прям вот такая же. Схлопнулся у меня иллюстратор. Вот она, моя молния-красотка. И эти молнии тракторные мы будем использовать на эскизе. Я сейчас сразу ее затащу сюда, она у меня появится. Все, не нужна. Вот она появилась в кистях. Это молния. Так, ну посмотрели. Можно рисовать симметрию здесь с некоторым потом отступлением. То есть рисуем вот такую штучку. Сначала рисуем прямые линии, потом я покажу и мы сделаем огрубление. Открываем слои, блокируем все, что у нас есть, чтобы оно никуда не вертыхалось. И рисовать будем на шаблоне. Соответственно, куртка свободного облегания. С чего я начну? Я начинаю обычно с полочки. Рисуем либо правую, либо левую половину. У меня нет здесь каких-то жестких. Только правую, только левую. Рисуйте ту, которая удобна. То есть это вообще не принципиально. Здесь правила ту, которая удобна. Одни симметричные. Какая разница, какую вы нарисуете. Кто у меня уже учился, знает, что я всегда рисую замкнутыми контурами. Для того, чтобы потом это все заливать. Ну, в общем, сейчас мы с вами все это увидим и посмотрим. Соответственно, рисую половинку полочки. Поскольку она у нас еще древненькая. Соответственно, мы ее прорисовываем. Плюс то, что сразу видно, насколько, видите, идет облегание. Насколько, куда. Рисую я инструментом перо. И, соответственно, мышкой. Никаких сверху тут у меня приспособлений нет. Просто мышка на обычном коврике. Которая... Так, сейчас мы еще цвет настроим. Давайте я буду рисовать красным, потом сделаю черным. Чтобы сейчас более наглядно было. Вот, поэтому... Когда тоже меня спрашивают по инструментам. Ничего особенного я не использую. Если мы говорим с вами про планшет. Планшет имеет смысл в растре, когда у вас более творческая работа идет. И вот в этом более творческом формате там требуется. Вот для такой работы, как я делаю сейчас, вообще не надо. То есть мы сейчас нарисуем половинку. Но, да, я вот сейчас смотрю, чтобы она правильно здесь шла. У меня вот слева, вот здесь, вот она. Там эскизик. Не эскизик, а фото. И, соответственно, я посматриваю по фото, да, и переношу половинку. Половинку. Потом мы раззеркалим. Это, кстати, вот тоже момент экономии времени в Adobe Illustrator. Я считаю, что не надо нам сразу тут оградить все и везде. Мы можем нарисовать половинку, потом с этим справиться как-то. Так, широкий рукав. Соответственно, вот она рука. И он длинный. Так. Да, всем привет. Если есть вопросы, вы мне их задавайте. Тему эфира я обозначила. Она у нас закреплена. Мы рисуем сегодня с вами трикотажек. И мяк. Покажу пару техник. Это не все, как можно делать, но парочку техник покажу. Как же мы сможем с вами сделать вот такая вот курточка. Так. Половинку и половинку мы сделали. Теперь нам нужна симметрия. Выбираем. Вот честно, я думаю, те, кто у меня учился, на это все смотрят, думают, да-да, вот именно так нас и мучают. Да, вот именно этим мы и занимаемся на курсе. Я прям уже представляю, как меня там добрым словом периодически вспоминают. Особенно, когда рисуют олимпийские кольца. Но потом зато у всех все хорошо. Тяжело в учении и легко в бою. Так. Это вот, кстати, я только сегодня разговаривала со своей коллегой в прошлом. Сейчас мы вместе не работаем. Не знаю, если она нас смотрит. Юля, привет. Вот. И она тоже, я говорю, Юль, хочешь тоже поучиться? Она очень талантливый конструктор. Прям вот от бога просто. Она говорит, да, хочу. Она говорит, я боюсь к тебе идти. И ты же сейчас загрузишь, я же помню, как ты обычно все делаешь. Она говорит, ну, Юль, да, не получится как бы отхалтурить, придется работать. Она говорит, ну, вот. То есть, как бы люди знают, что со мной такие моменты не прокатывают. Приходится что-то делать, как-то работать. Так, смотрите. В водопиллюстраторе есть такая особенность, что можно править линии. То есть, если вдруг вы что-то сделали, и вам что-то не нравится, вы их можете, во-первых, править, а во-вторых, добавлять, убирать, там, еще только не делать с ними. Поэтому, пугаться не надо. Все кривули рисуют. О, мне так не нравится. Так, давайте попробуем еще сейчас воротничок добавить, и там уже будет видно. Ну, во-первых, сзади у нас будет такая стоечка. Стойка будет нижним слоем внутри, поэтому мы сейчас ее туда внутрь уберем. Она там будет стоять, нам не мешать. Какая у меня рекомендация тут бывает? Должна быть хорошая мышка. Во-первых, удобно лежащая в руке. Во-вторых, с хорошими кликами, вот, ну, в основном, время мышка начала придуриваться. И она, я нажимаю один раз, а она делает двойной клик. И вот это стало очень неудобно, то есть, соответственно, она пойдет под замену, скорее всего. На стационарном компьютере, на котором я сейчас рисую, у меня мышка проводная, а на всех ноутбуках у меня мышка беспроводная. Это даже удобнее, потому что провод, ну, как бы мешает. Так, это задняя стоечка. Нам еще нужно вот здесь кусочек подрисовать. То есть, иллюстратор такая вещь, как... Очень похожа на геометрию, на черчение. Видите, вот здесь вот линии, они между собой стыкуются. Рисую я специально сейчас контрастно, для того, чтобы вы максимально хорошо видели то, что я делаю. После того, как мы это все отрисуем, ну, соответственно, там уже красоту наведем. Поменять цвет линии, это вообще ерунда. А вот чтобы было хорошо видно, так воротник поехали. Здесь надо, конечно же, помнить о том, что мы потом это изделие будем физически производить. Ну, предполагается, да, что этот эскиз не просто останется картинкой, а потом в дальнейшем он будет произведен. В связи с этим нужно понимать еще и технологические моменты. Это вот чем грешат иногда у меня студенты, то, что, ну, как бы разбираются с иллюстратором, но немножечко не хватает навыка технологии конструирования. Да, всем привет, кто присоединился. Сегодня рисуем в иллюстраторе. Вот у меня такой, знаете, подробный мастер-класс. Я просто показываю, как я рисую, рассказываю, объясняю, и если есть вопросы, на них на все отвечаю. Вот, это программа Adobe Illustrator, и мы сейчас создаем меховую курточку, эскиз. Вот, сейчас когда создадим, потом пойдем на трикотажик. Как видите, дело не очень быстрое. Надо как бы терпеливо относиться к процессу. Но есть возможность, например, копировать детали и ставить. То, что они у меня прозрачные, смотрите, еще такой момент. Сейчас, наверное, не совсем всем понятно, что я делаю. Если я сейчас сделаю белую заливку, сразу все встанет на места. Вот, вы видите. Вот это нужно убрать назад. Это у нас... И вот оно сразу почти все нарисовалось. Надо поправить формы. Здесь, ну, они как бы не сразу окончательные. То есть, вы с ними работаете, что-то нарисовали. Потом поправляете, потом смотрите, так, не так. Так. Теперь у нас вот здесь будет идти молния, и вот эту линию надо немножко ввести. Она у нас будет более косая. Касая, соответственно, видите, тоже. Ну, то есть, мы вот прям полномерно, полномерно идем последовательно. И создаем. Так. У нас здесь есть линия. Что это за линия будет? Это будет молния. Я ее сейчас обозначила. Сейчас мы ее поправим. То есть, что-то я рисую замкнутыми объектами, что-то я рисую линиями, потому что, ну, мне нужна будет именно линия. И вот это вот деление, его надо просто в голове отрабатывать, для того, чтобы как бы у вас этот алгоритм в голове стоял. Так. Вот здесь линия будет немножко другая. Соответственно. Чего нам теперь не хватает? Нам не хватает от строчки по низу рукава. То есть, основу мы нарисовали, дальше мы ее набираем элементами и деталями. Ну, все как, в общем-то, в крое, если кто-то занимается веком строением. То есть, ну, сначала вы устроите основу. Ну, тут прям не совсем основа устроится, но, как бы, каркас базовый, да? А потом на нем уже там всякие детали, все это наращивается. Не надо сначала рисовать детали, а потом наращивать на них ерунду не получится. Так, 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 так. И знаете, еще что здесь будет? Здесь будет такая вот интересная штука. Сейчас, во-первых, не молнию. Вот, раздельно будет. У молнии у них есть бейка. А, нет, ее не видно. Хорошо. Не будем тогда ее делать. Здесь сейчас нарисуем петельку. Нарисуем петельку. Опять же, можно это править, приближать, удалять. Смотрите, если у меня есть какие-то вопросы, я могу ее очень сильно приблизить, посмотреть, что там с ней происходит. Потом вернуть назад. Так. Продолжаем наш разговор. Так, так, так. Теперь у меня здесь будут два кармашка. Один, два. Сейчас еще высоту подрегулируем, длину. Это опять же может определяться. Смотрите, когда вы вот так рисуете по фото, вы можете... Ну, вы же просто идею смотрите, да? Это же не значит, что вы должны слепо скопировать. Зависит от задачи. В моей практике встречались разные задачи, когда просили прям вот один в один, и когда просили наподобие, когда говорили, что это просто вот идея. Поэтому никогда не надо, как бы так, категорично судить. Просто смотрите, какая у вас задача именно для этого эскиза. И отвечайте, как бы, эскизом на поставленную задачу. Эскиз – это изделие, как я всегда, помните, говорю о том, что есть фэшн-иллюстрация, есть эскиз. Если мы говорим про эскиз, то эскиз – это задача проиллюстрировать будущее изделия, а не просто так ради себя красивой картинки. То есть он должен быть информативным в первую очередь. В данном случае это отдельные линии кроя будут, но они будут идти в медь, потому что, смотрите, когда технические эскизы рисуются, очень часто бывает, например, в платье и у платья примень. И вот спрашивают, а ремень нужно рисовать или нет. Но если это кожаный аксессуар, который дополнительно надели для съемки лукбука, то, конечно же, нет. А если это пояс из родной ткани, который будет постоянно на этом платье, если он даже пришит, тогда, конечно, рисуйте. Но если платье можно носить и с поясом, и без, то тогда желательно нарисовать и с поясом, и без пояса, чтобы и конструктор тоже понял, как это будет выглядеть. То есть это ваш диалог с производством, это ваша такая вот диалоговая штука. Поэтому не пренебрегайте эскизами, рисуйте их четко. Так, штёвочки. Я же пояс должен как-то держаться. Так. Что нам еще тут надо? Нам еще нужно нарисовать красивую пряжку. Тут все просто рисуется. Девочки, кто уже вот учился, узнавайте. Я вас это заставляла делать все. У вас это в основном курсе есть. Вот сейчас я как раз показываю то, чем я вас мучаю. Я рисую пряжку. Как нарисовать пряжку? При помощи панели обработка контуров. Есть такая вот она. Окно. Обработка контуров. Вот она. Немножко к выровням. Будет у нас пряжка. А по центре дырка от бублика. Польс мы так рисовали. Также сейчас нарисуем еще один бублик. Который будет показывать люверсы. Вот так. Соответственно, встает вопрос. Смотрите, у меня вот такая замечательная ерунда не нарисована. А как сделать так, чтобы было ощущение, что оно там вот одето? Что оно не просто так рядом стоит. При помощи фактического обмана. Как сделать сетоптический обман? Как вот эту вот часть туда внутрь положить, а сюда кусок пояса вытащить? Ну, есть два варианта. Либо пояс разрез, либо пряжку. Режьте, что хотите. Давайте я сейчас пояс разрежу. Мы возьмем. Вот так вот. Ровно разделим. И кусочек пояса разрежем. Ну, вот смотрите, что получится. Эту часть мы уберем назад. А эту часть мы поставим вперед. Я режу туда при помощи прямоугольника. Так, как удобно. Так, это мы соединяем. И вот эти две детальки наверх. Вот, видите? И полное ощущение того, что пояс у меня там вот он. Прошел пряжку. Видите? Специально так делается. Здесь просто надо не забывать про иллюзию. Того, чего вы рисуете. Так, и там еще будет дырочка. Сейчас мы туда дырочек поставим. Здесь будет дырочка. Дырочки это люверсы. Дырочка. Можно его сделать металлическим. Сейчас прокол. Вот, видите? Бубличек получился. Ну, и здесь еще два. Да? Да, ну и для полной прям красоты. Сейчас мы... Все, пошла в украшательство. Вот это самое страшное у скилок, когда начинаешь заниматься украшательством. Так, здесь вот такую вот... Из-за чего уже нужен? Вот у нас из-за чего должны быть пряжки. Кривовато он у меня получился, откровенно. Вот мы видим сейчас и перерисуем. Потому что мне не нравится. Как будто в это колечко вставляется у нас язычок. У нас получился пояс. Теперь для красоты картины я сейчас... Сейчас я сделаю так, чтобы оно было хорошо видно. Вот так. Выбираю всю эту красоту и делаю контур черным. Помните, я говорила о том, что это все будет быстро? Вот оно быстро черным стало. Теперь рисуем молнии. У меня уже есть готовая молния. Очень крупная. Сейчас мы ее поменьше сделаем. Это все настраивается. Вот. 0,1 наш вариант. Такая молния. Прямо вот тракторная. Сюда так и уже. 0,1, да? 0,1. Так. И молния у меня еще идет вот здесь. Но здесь она у меня расстегнутая и одинарная. Соответственно, в эту сторону расстегнутая. А здесь молния будет вот здесь идти. И она будет вот так. Правильную сторону, да? Только надо поменять толщину. Так. Здесь мы нарисовали. И вот здесь у нас еще будет двойная молния. Это будет отдельная линия. Которая будет показывать двойную молнию. Так. Слилась. Это плохо. Не должна она у нас сливаться. Вот так нарисуем. И туда подтащим, чтобы это было две сепарированные линии. Иначе они у нас сольются. И у меня был отрисован еще отдельно пулер. Вот сюда тоже положим. Пулер это такая вот штучка. Так. Пояс поверх. И вот сюда на эту точку вот у меня есть пулер. То есть у вас уже нарабатывается со временем какая-то база. И сейчас мы его повесим. На другом компьютере у меня это все собрано в библиотеке. Здесь у меня не собрано в библиотеку. Так. Вешаем пулер. Сюда пулер. Сюда. Немножко он будет наклоняться. И сюда. Так. Что еще у нас будет и что я забыла? Я забыла отстрочки по поясу. Пояс будет отстрочен. Прорисуем отстрочки. Вот уже утопить. Вижу кусочек. Нужен только кусочек. Вот так. Так. Почему у меня пропало? Все очень просто. У меня там контур. Вот так нужно сделать. Все будет отлично. Так. И здесь тоже отстрочки. Пам-парам. Так. Сюда. И здесь вторую. Сейчас мы их подровняем. Поскольку у нас это меховуха, я не буду большой акцент делать на отстрочки вокруг молнии. Но на самом деле вот здесь будут тоже отстрочки. Потому что их особо не видно. Но если есть желание, то это все можно нарисовать. Чтобы было прям вот правильно. И по краю воротника нет. Здесь нет на эскизе отстрочек. Как правило, они есть. То есть не буду сейчас утяжелять конструкцию. Это уже оставим на купечении конструктора. Вот такая штука получилась. Что мы теперь будем с ним делать? Я скопирую сейчас. И покажу два метода, как можно этой штучке придать красивую меховую текстурку. Так. Соседний образ создадим. Смотрите, вот это будет оригинал. Это будет оригинал. И внизу я сейчас две опции покажу. Первая опция это просто с заливкой, как мы сделаем. Вторая опция на огрубление. Ну, просто с заливкой на самом деле дело достаточно просто. Можно зайти в Google. И написать то, что мне нужна заливка искусственного меха. Либо же у нас уже есть картинка. И мы из этой картинки сейчас вытащим кусочек меха. Для того, чтобы им забить наш эскиз. Выбирайте там, где нету теней. Там, где нету особого перехода цвета. Чтобы он у нас мягко встал. Попробуем. Сдаем заливку. Переходим на эскиз. И посмотрим, как это будет все у нас выглядеть. Да, вполне заливка удалась. Теперь небольшие манипуляции. И наша с вами курточка становится меховой. Внимательно смотрим. Не забываем про элементы. Это не мех, это петелька. Вот здесь у меня пропущен кусочек. Так. И нужно покрасить цветом пряжечку. Да, ну давайте мы сделаем металлическую. Вот. У меня получился эскиз. Вот здесь, по-моему, у меня не мех должен быть. Сейчас я посмотрю. Да, там должна быть подкладка. Соответственно, вот эта часть, она не меховая. Она будет у меня подкладочкой. Вот. Можно добавить. Ну, она такая очень ровная получилась. Очень правильная. А в ладок иллюстраторе можно еще усугубить имитацию меха. И сделать вот что. Все выбираю. Именно те кусочки, которые меховые. Так, так, так. Теперь эффект иллюстраторы. И здесь у нас должна матиска не трансформировать, а грубление. Нажимаем предпросмотр. И наше дело настроить. Чтобы все было так, как надо именно нам. Смотрите, контур пошел рябью. Видите? Сейчас грубый ряд. А нам нужно настроить, чтобы она была такая очень деликатная. Можно настраивать циферками. Можно настраивать лузуночком. Как вам удобно, собственно говоря. Чтобы посмотреть, что получается. Здесь кнопочка просмотра. Окей. И вот смотрите, в чем она разница будет. Видите, контур такой стал рябенький. И вот он, контур ровный. То есть видно, что она такая, какая-то немножечко пожамканная. Но за счет этого создается лучший эффект. Вот здесь мне не нравится. Сейчас мы немножечко подвинуем. То есть мы с вами нарисовали вот такую прекрасную меховушку. Если у вас более интенсивный мех, вот эта вот пожеванность контура, ее нужно сделать немножко другой, в зависимости от пожеванности. У нас такая была буклешка. Вот, я считаю, что очень неплохо мы справились с этим эскизом. И готовы идти дальше. Будем рисовать трикотажный руберок. Здесь я покажу другую технику. Если в предыдущем мы взяли с вами шаблон. Я часто рисую на шаблонах. Вот у нас, видите, шаблоны. На нем нарисован эскиз. Я могу сейчас на соседний шаблон одеть готовую курточку, чтобы было понятно, с чего мы начали и чем получилось. Да, вот у нас. Можно прокрашивать их теперь в разные цвета, удлинять, укорачивать, менять форму. Вот основа у нас создана. То вот этот эскиз мы будем рисовать по фото. Это очень быстрый метод. Я его, в принципе, люблю. Этот метод по рисунку. Он позволяет быстро и удобно создавать эскизы, очень четко похожие на оригинал. Вставляем в новый файл, блокируем слой. Это обязательно, иначе вам будет рисовать неудобно. И будем рисовать половинку. Нам сейчас нужно нарисовать именно форму. Формообразующие моменты. Так. Поскольку у нас эскиз желтенький, я вполне могу рисовать черным контуром. Рисую половинку. Я люблю рисовать методом обрезки. Не всем он нравится, потому что думать надо. Но тут как хотите. Я его разбираю. Если кому-то интересно, этот метод есть и на YouTube разобранный. Я прям подробно рассказываю, что там и как. И в курсе мы его проходим прям детальненько. Поэтому если кто-то прям заинтересуется, Welcome. У нас все есть. Все показано, все рассказано. И все заставлено отработать. Почему именно так, а не иначе. Видите, за счет того, что эскиз на заднем плане заблокирован, то не создается никаких помех. То есть я не цепляю заднее изображение вообще. Так. Теперь рукав. Здесь мы сейчас нарисуем тоже опять форму. Потом я покажу сразу на одном эскизе несколько приемов, чтобы вам было понятнее и проще. Вот за счет вот этого метода обрезки я сейчас добьюсь того, что у меня линии будут идеально состыковываться. А это очень важно бывает. Поэтому, если захотите, приходите на учу. Для особо экономных смотрите на ютюбе. Но мы тоже задавали, а зачем? Можно же все бесплатно. Вы поймите, что курсы – это не способ отъема денег у населения. Действительно, если вы хотите научиться водить машину, вы можете ходить сами, попросить у кого-нибудь машину и как-то на каком-то пустыре тренироваться. Но, скорее всего, разумнее и быстрее будет пойти либо в автошколу, либо нанять инструктора, где вы будете под присмотром, где вас будут обучать. Вот, собственно, плюс курс именно в этом. Вы под присмотром, вы в команде. Вы делаете задания. Вам не дают спуска, что тоже очень важно, потому что расслабляются люди, не доходят. Многие книжки покупают, и я считаю, что книжка действительно дельная вышла. Но не у всех хватает самой дисциплины для того, чтобы вот все-все-все, что там написано, выполнить и получить результат. И вот курс, он этим хорош. У вас все последовательно, все по порядку. Вы это все получаете, вы это все отрабатываете. И еще срабатывает такая классная штука, как, блин, ну я же заплатил за это. Плюс, а, вот, мои одногруппники уже вон куда ушли. Я поэтому потоками стартую периодически, для того, чтобы побольше людей было вот в одном времени. И, а, 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 они уже туда ушли, а я еще не здесь. И это лично вас заставляет мотивироваться на то, что, ну, я просто, они-то уже пошли, а я еще здесь. Этим полезно. Вот, нарисовали мы половинку, да. Сейчас мы это сделаем. Поэтому у нас новые потоки будут в ноябре. Притом поток и иллюстратора, и фотошопа. Если кто-то надумает, приходите. Приходите, буду вас мучить. Мучить буду долго. Основательно придется выучить информацию. Так, теперь сливаем попарно объекты, которые надо слить. Ну, то есть, по сути, я сейчас половинки нарисовала. Сейчас мы их объединим. И будем дальше работать. Это уже, вот смотрите, если в предыдущем варианте у нас был эффект, что, ну, как бы, на одето, да, то здесь эффект положенного на столе, как на фотографии. То есть, не на человеке эскиз. Сейчас немножко его тоже поправим. Что нам делать дальше? У нас с вами есть так называемые визинки по времени. Курс рассчитан на два месяца. Рекорд прохождения полтора месяца. Все три блока и фотошоп. Ну, в принципе, кто-то затягивает на три. Я не, знаете, не так, что два месяца и все отрезалось. Нет, у вас продолжают идти уроки. Мы продолжаем с вами общаться. Но вот по моим просчетам два месяца оптимально. И при том это такой формат, что кто-то учится по вечерам. Одно-два задания делают. Это, ну, где-то полчаса работы, да. А кто-то садится на выходных. У меня, кстати, в выходные всегда достаточно интенсивная работа идет. Потому что девочки и мальчики делают много работы по выходным. И я проверяю. По выходным проверяю не много у меня. Хорошо это или плохо, не знаю. Так, теперь рисуем заливку. Надо понимать. Сейчас будем имитировать резинку. Вот чтобы вот такую хитрую резинку имитировать, которая вот как бы обтекает, можно, ну, либо ее вот так прям линейно нарисовать, как я сейчас рисую. Вот так. Либо есть там хитрая метода, но она тоже трудозатратная по времени. Если интересно, могу показать. Вообще нарисовать можно практически все. Просто, ну, зависит от того, насколько у вас много времени для того, чтобы каждый-каждый эскиз так делать. Как правило, ну, у меня, например, уже есть база. Я, на самом деле, вот так эскизы сейчас очень редко рисую. Ну, потому что мне это уже не надо. Правда, у меня они уже все есть в шаблонах. Ну, вот когда шаблон рисуете, ну, то есть основу, я рекомендую прям очень много времени потратить. Рисовать все бережно, рисовать все качественно. И за счет этого вы получите хороший материал для работы потом. Это важно. Сейчас мы ее симитируем вот так. Ну, это тоже рабочий вариант, так многие рисуют. А, неплохо. Смотрите, у меня есть уже готовые штучки. Я не буду сейчас их заново рисовать. В целом это делается заливка. И делаются либо элементы линий, либо же... Так, эти затянулись, ребята, а эти мы сейчас сожмем. Либо элементы заливки. Поэтому трикотаж... Вот вообще, кто работает с трикотажем, я могу сказать одно. Трикотаж – это терпение. Это очень большое терпение. Это очень большая любовь. Это очень много, долго и последовательно. А у меня вот есть еще практика. Ну, я не особо про нее рассказываю, потому что там не под разглашением все это, давайте скажем так. Вот. И мы рисуем жаккардовые схемы, жаккардовые узоры. Это долго по времени. Это вот каждую петельку ты прорисовываешь. Мы чулочно-насочно темой занимаемся. А вот. Ну, там прям вот... И оно не терпит художеств. Никакого там... Ну, как бы ты какую-то творчество нарисовала, потом тебе это творчество нужно перевести в схему, которая слопает машина и которая вывяжет тебе это все. И там вот творчество в этом моменте пропадает, начинается просто обычная работа. Смотрите, здесь будем рисовать линию. Так, они за линию. Вот так. Видите, какая красота? Сразу получилась красивая коса. Если нам нужна коса пошире, то мы ее делаем пошире, но не настолько много. Так. Ну, аккуратненько подгоняйте. Опять же, видите, я уже взяла готовый элемент, потому что если я сейчас еще буду в эфире показывать, какие я эти элементы вырисовываю, мы вообще не идем отсюда. Так. Здесь тоже кажется, смотрите, такой сложный колосок плетянием. На самом деле, это две параллельные косы. Сейчас мы рисуем для них основу. И поставим две косички. Поуже нам их надо сделать. Кажется, еще поуже можно, да? Так. И подстроить их друг к дружке. Опять же, это один из способов рисунка трикотажа. Можно точно так же, как я показывала с мехом, перенимать текстуры, заливать ими, ну, соответственно, эскиз. Просто решила вам показать разные техники, чтобы вы их, ну, видели и понимали. Мне кажется, это всегда интересно что-то разное. Много разных методик. Я специально их искала. Это и свободные методики с YouTube, и из книжек, и из, я брала курсы, там, иностранных всяких авторов. Было просто интересно. И вот все, что я собрала, на самом деле, это огромная, огромная просто работа проделанная, которая, мой личный опыт и собранное в безумное количество источников, вообще, как это все делается в иллюстраторе, как это все собирать. То есть, сейчас любят говорить, уникальная методика, она действительно вот моя. То есть, возможно, какие-то элементы вы где-то разрозненные найдете, но вот именно так вот, чтобы она была собрана, такого нету. Так, теперь мы их нарисовали. Что я еще обычно делаю? Чтобы узор так сильно не топорщился, я ему задаю степень прозрачности. Ну, то есть, мы же понимаем, что узор не может быть ярче основных линий с точки зрения, ну, композиционный, да, это будет не очень красиво. Вот как раз, чтобы оно там все не топорщилось, мы его немножко прозрачно сдали. Вот, а вот этот полуфанк, скорее всего, который тут есть, мы оставим так, как есть. Вот, а теперь, сейчас я покажу, какой получился эскиз и как с ним дальше общаться. Давайте. Вот он получился эскиз. Видите, какой? Можно, наверное, даже вот так сделать, чтобы была видна, из чего мы его взяли. Вот он там, красота наша. Вот они, штуки. Можно выбирать ширинами, туда-сюда. То есть, здесь еще возможностей много. И что можно сразу сделать? Это, например, залить цветом. У нас оригинальный цвет желтенький. Сейчас мы желтенький золой покрасим. Так, сейчас я пересниму цвет. Такой. В иллюстраторе можно прямо делать переснятие цвета полное. Но это не панацея. Потому что, когда вы начнете что-нибудь там выпечатывать, еще куда-то, то у вас это все нафиг полетит. Поэтому не считайте это панацеей. Поскольку у меня здесь полупрограчная заливка, нужно сделать вот так. Потом сверху вернусь. Немножко не попало. Ну что такое? Вот мышка глючит. Вот неудобство. Она защелкивается. Менять пора. Так. И что я сейчас сделаю? Я вот эту часть чуть-чуть по цвету утоплю. За счет этого создается синевой контраст. И желтенький. И желтенький. Вот такая красота получилась. Смотрите. Вот он один эскиз. Вот он второй эскиз. А можно перекрашивать цвет. Сейчас покажу, чтобы было наглядно. Ну и перекрашивать можно самыми разными способами. Ну, поскольку у нас осенний, давайте в какой-нибудь бордо. его покрасим. Конечно же надо прописывать, где какое переплетение, какой оно толщины и как это будет смотреться. Сейчас просто вот мы с вами делаем основу. так. Так. Угу. А вот этот цвет. И цвет. Окей. Вот так вот быстро и просто получился второй цвет эскизы. Ну что ж, мы нарисовали с вами эскизы. Я считаю, что они большие молодцы. Давайте я их объединю на один лист. Вот у нас была меховушка и вот он у нас джемпер. И вот они, наши эскизы. Как видите, мы даже в час уложили два эскиза. Сделали. Я считаю, что это хороший результат. Потому что иногда эскизы занимают намного дольше времени. Но у меня была немножечко фора в том плане, что были подготовлены трикотажные элементы. Потому что если бы у меня их не было, я бы сейчас сидела, копалась с заливочками. Ну что, как вам результат? Достойно получилось? И, кстати, еще вот я говорю, что быстро, а на самом деле я эскиз до конца не дорисовала. Потому что мы спинки не сделали. Теперь надо у всех эскиз сделать спинки, если вы собираетесь отдавать конструктору. Ну, я думаю, что мы на сегодня закончим только на фронтах. Вот. А спинки вы дорисуете сами. Но это вот идея работы в люстраторе. То есть вы можете сразу создавать фактуру. Видите? Она меховая. Вон она мех там весь. Можете создавать трикотажные плетения. Это все можно делать очень наглядно, красиво получается. Не забывать про тоновые штучки. Вот здесь можно, да, там тон туда увести, и тогда она будет играть. Рисовать можно, имитируя то, что это у вас получается разложенное плоское изделие, одетое на фигуру, так как вы считаете нужным.